Добрый вечер. Я рада, что пришел народ посмотреть, потому что, в принципе, путешествие, которое мы рассказывали, было совершено достаточно давно, в 2008 году. В этом году мы с моей подругой Валерией Глуховой решили посетить такое замечательное место, как хребет Сунтархаята. Это, я считаю, великолепный район для совершения пешеводных путешествий. Это страна разнообразных ландшафтов удивительных. Там есть все, что требуется путешественникам. То есть там есть горы с ледниками, там есть леса, есть горная тундра, леса тундра. То есть разнообразные ландшафты, великолепные красивые каньоны, абсолютные, можно сказать, безлюди, такое дикое. Но в то же время там встречаются кочевники-оленеводы со стадами оленей, которые очень приятно встречать таких первобытных, можно сказать, жителей, общаться с ними, наблюдать им быт. И очень приятные реки в том смысле, что там нет достаточно каких-то сложных порогов. Если есть водопады, то они... Ну, там есть, конечно, речки, где есть водопады, но они как в стране. Основные сплавные реки, они достаточно простые, то есть не выше третьей категории сложности. И выходить из района сплавом – это очень логичное завершение маршрута. Вот. И в реках много рыбы. Особенно в реках, которые истекают в водораздел... Истекают к Кахотскому морю. Значит, сейчас я покажу на карте, где вы представляете, этот хребец, вот, Архаята находится. Значит, это северо-восток нашей страны. Туда легко попасть от Якутска. То есть если долететь до Якутска, то оттуда можно доехать до поселка Хандыга, который расположен уже за Алданом. То есть надо пересечь на Лену и Алдан, на паромах. А дальше уже дорога идет... Магаданская трасса от Хандыги до Магадана, в принципе, вот эта ниточка. Дороги, которая прорезает все вот эти вот хребты восточно-сибирские и, в общем, можно попасть в район. Хребец Сантархаята, вот он протянулся. Он является продолжением Верхоянского хребта. Протянулся на 450 километров. Достаточно протяженный. Если сравнивать, то пиренеи в Европе. Такая же протяженность хребта. 450 километров. И помимо этого основного хребта, к нему подходит несколько... На стыке здесь есть Юдомский хребет, Кухтунский. И на стыке хребта Сантархаята и Юдомского хребта. Как раз самая высокогорная часть хребта Сантархаята расположена здесь. массивы гор Мусхая и Берил. Мусхая – это высшая точка района 2900, если не ошибаюсь, ну, почти по 3990 с чем-то там метров. То есть это высшая точка района. Сейчас я более подробно покажу карту. Да, как еще можно попасть в этот район? Вот что интересно, есть у нас такой путешественник Сергей Ермаков. Он не летает на самолетах, он ездит на поезде. И вот точку начала маршрута, например, для того, чтобы попасть... Ну, чтобы попасть на хребет, понятно, надо оказаться как-то вот на этой трассе. Ну, проще всего, да, из трассы уже... С магаданской трассы уже забрасываться на хребет. Так вот, он сплавлялся по реке Алдан. То есть вот, чтобы попасть на начало путешествия, то есть у него вообще все... Он путешествует там, 4 месяца в году может путешествовать. Ну, все лет, грубо говоря, 2-3-4 месяца. Сначала сплавлялся по Алдану. Вот, все вот это. Проплыл до Хандыги. И уже отсюда подъезжал к хребту Сан-Тархаята. И дальше продолжил путешествие. Он было несколько путешествий, пересекал все эти горы. Сейчас поближе посмотрим. Извините, я мой компьютер. Я почему-то не могу здесь быстро все находить. Итак, значит, мы с Лерой подъезжали до поселка Нижданинская. Это такой геологический поселок. В принципе, вот в 2008 году туда ходили бахтовки, то есть рабочие машины из Хандыги. И мы договорились, и нас просто туда подбросили. Прямо вот в этот поселок Нижданинской. Дальше мы поднимались по верху реки Терры пешком. В принципе, когда низкая вода по... Я-я. Вера пришла. Вот Валерия Крукова, вторая участница нашего маршрута. В принципе, вот это... Нижданинская вода. Сибирь. Сибирь. Можно подъехать на машине высокой проходимости. Но у нас была высокая вода, там проектов было нельзя. Дальше мы, значит, попали в верховье Юдумы, сделали горное кольцо, поднялись на гору Мускою. И дальше сплавились по реке Юдума. Когда сплавляются по реке Юдума, обычно делают волок на реку Китанду. Вот в этом самом узком месте. Здесь волок порядка 20 километров. И дальше связка Китанда и Урак. До Ахотского моря и дальше до Ахотска. Протяженность, ну, примерно 800 километров получается маршрут. Оно весит с горным кольцом. Мы решили сделать нестандартный волок. Прошли здесь порядка 50 километров, чтобы, ну, пройти по старому, там, один из путей Юдума-Уракского тракта. И посмотреть поселок Китанду. Или Китанду. Вот не знаю, как правильно, но услышала, что Китанда. Ударение такое. Еще можно уйти с маршрута, сплавляясь дальше, до поселка Юдаренок. Вот это такой стандартный вариант. Еще в район можно попасть, поднимаясь по реке Сунтар. То есть с Магаданской трассы по реке Сунтар поднимаются вверх. Ну, можно для чего везти лодку. Единственное, что в самом низу, на реке Сунтар, недалеко от моста, ну, там буквально на километрах 5, наверное, Там есть участок, сложный прижим, ну, такой порожистый участок, и там достаточно опасно, может быть, высокую воду. То есть надо это иметь в виду. Если сплавляться, выходить с маршрута по Сунтару, то надо быть очень внимательным. Ну, и последние эти километры, может быть, уже как бы собирать сплав средства чуть раньше. Ну, здесь дорога как бы идет уже, такая хорошая дорожка. Можно выйти просто на трассу, не сплавом, а пешком уже последние километры, чтобы не соваться в опасный этот участок. Вот, значит, поднимаясь по Сунтару, так же переваливают. Да, поднимаясь по Сунтару, можно попасть еще в... Здесь еще есть гора Муская, а чуть выше есть узел горы Палатка. Там тоже есть интересная, ну, вот обзорная вершина Палатка гора. Туда тоже можно сделать радиальный выход. В принципе, естественно, можно связать гору Палатку и гору Муская. Одним проходом можно сделать радиальный выход. Ну, я как-то потом покажу, как проще. И, ну, и выходить так же потом по Юрию. Еще поднимаются по Агайкану, ну, и по Пыдусуну тоже можно заброситься в район. В принципе, освоение этого края началось в 1639 году, когда экспедиция Москвитина со товарищами прошла. Они поднимались по рекам Майя. С Майя они переваливали, но через хребет Джуджур переваливали на реку Улью. И вышли здесь к Ахотскому морю, и первый острог был построен на Ахотоморе именно вот здесь Ульи. А следующий выход уже в 1641 году совершили. Ну, это группа товарищей во главе с Дежневым. Они прошли по Куйдусуну и сплавились по Ахоте до... Тоже до Ахотского моря. И это был вот второй путь. Такой самый простой, как бы, пересечение вот хребта Смазархаята. Ну, и туристы, соответственно, также стали забрасываться и по Султару, и по Куйдусуну, и по Агаикану. Вот такие пути заброски. И выход с маршрута. Ну, помимо Юдумы, очень часто используемый выход с маршрута, это сплав по реке Ульхо-Ахотской. Она впадает в Ахоту. Причем в месте впадения ее расход в два раза больше, чем на реке Ахота. И дальше в Ахотское море. Здесь, на хребте Смазархаята, можно наблюдать интересное явление, такое, как на Куйдусуну. Вот река Дыки-Ахотская в самых верховьях. Вот она вроде должна сюда течь. Но вот здесь вот есть такое место, когда вода высокая, часть воды устремляется в реку Куйдусуну. То есть вот из этих вот верховьев, самых ручьи текут одни, получается, один поток уходит к Ахотскому морю, а другой поворачивает и течет на север. То есть это приток Индигирки. И, соответственно, это идет на север к ядовитому океану. Очень интересное явление. Да, есть еще такой выход с маршрута, кстати, с хребта. Но реже используется, можно, ну, в принципе, да, можно использовать реку Тури или ее приток Халыю. Вот по Халыю можно сплавиться до Алдана и оказаться в исходной точке маршрута Адыни. Вот это такие особенности района. Значит, существует три высокогорных массива в хребте Сутар-Хаят. Это северный массив, куда входит гора, ледниковый массив с горой Палаткой. Здесь несколько ледников. И вот обзорная точка Палатка, ну, самая возвышенная часть этого района, 2797 метров. Значит, проще всего к этой горе Палатки сделать радиальный выход по ручью Нейдобичан с реки Сунтара. Внизу их Нейдобичан, обустим, ну, недалеко от Усти, есть каньон с водопадами очень красивыми. Нейдобичан, нижний водопад, там где-то 25 метров. Короче говоря, вот можно посмотреть эти водопады, а потом подняться и делать восхождение, идя по реке Мугал. Короче, Мугал, тут встречаются каньоны, но пройти, в принципе, можно. И вот с западной этой стороны, просто из самых верховек реки Мугала, можно залезть вот на эту гору Палатку. Если идти по Нейдобичану, то здесь более сложный перевал, вот этот, Нейдобичан, он, по-моему, Гойка. То есть здесь могут понадобиться уже, ну, какие-то, ну, какое-то специальное снаряжение. То есть если вот с этой стороны можно залезть просто, а как вообще обычно туристы туда ходят, туристы-водники просто на болотники надевают кошки, и, в общем, больше на такого снаряжения не нужно. Ну, по-хорошему еще и дорогу, но, в принципе, даже и просто имея кошки, можно подняться на вершине. А вот этот перевал более сложный, здесь еще могут понадобиться веревки. Ну, а с этой стороны, с ледника, по хребту, с юга-востока тоже можно подняться на эту гору Палатка. Дальше, в северном массиве еще у нас есть главная гора района, это гора Мусхая. Вот туда у нас Лера как раз ходила, делала восхождение. Значит, как правило, проще всего ходить от перевала станция. На этом перевале там... Раньше работала, ну, была гидрометеорологическая станция, работала. И до сих пор там сохранился сейчас домик. И оттуда легко подняться на ледники либо Клюкина, либо, ну, этот ледник 31, он просто называется. С него пройти простой перевал проходной, вот как мы с Лерой проходили, выйти на ледник большой Мусхая. И оттуда самый простой подъем на вершину Мусхая, это перевал Южный Мусхая. Южный. Но мы с Лерой пошли не так, мы пошли по западному гребню. Потому что, ну, когда мы находились на этом леднике, мне показалось, что подъем на западный гребень будет проще. На самом деле, ледники, они очень сильно в последнее время начали таять. То есть, вот, снежная и ледовая обстановка очень сильно меняется. Со временем, с тех пор, как начали осваивать этот район, прямо на вершину Мусхая, первый раз поднялись геологи в 63-м году. Нет, в 63-м это же туристы поднялись. То есть, в 69-м году первый раз туда поднялся геолог Корейша, оставил там геологический молоток, поднял красный флаг. А в 63-м году туда уже поднялись туристы, которые, ну, сделали описание этого подъема, это были ленинградские туристы. Но, как потом рассказывали, там на вершине стояло кресло мягкое. То есть, какие-то ребята туда, кто-то затащил такую вещь, как кресло, и он хотелось на него там наблюдать рассветы, закаты вершину. А вот мы когда поднимали сейчас на вершине, там бутылка, шашматы, сейчас вот не знаю, где их стоит, нету же, да? Ну, вот сейчас за ее убрали. Чего тут не оставить на высочайших горах? Так, вот это все тоже еще северный, северный ледниковый массив. Гора Палатка и Мусхайян. Дальше, вот это центральный ледниковый массив, который венчает гора Берил. Она чуть пониже, в Мусхайи, ну, примерно того же порядка, 2934 метра. На гору Берил проще заходить с востока, с ручья на Мечек, подниматься на перевал, который севернее, на северном бревне, и подниматься на гору Берил. Вот таким путем поднимался вот недавно, например, тот же путешественник Сергей Ермаков, а вот как поднимался в этом году Дмитрий Карпенко, он нам, похоже, расскажет, какая там обстановка. Мы с Лерой собирались подняться, но не поднялись, у нас уже не хватило силы времени, мы никуда не пошли. Еще в Репте-Сунтархая там, помимо вот этих двух основных, значит, это северный ледниковый массив, гора Берил, центральный ледниковый массив, есть еще южный ледниковый массив, где, ну, тоже есть горы высотой 2790, там гора Васьковского, гора Обручево, Раковского. Туда-то тоже можно делать восхождение, вот из-за далеки Туахоцкой. И есть еще массив Чанда, он более восточный, более редко посещается туристами, потому что до него заброска где-то порядка 150 километров, а вот до, ну, чтобы попасть на перевал станции, откуда ходится к вершине Мускай, это порядка 120 километров. То есть вот вас ожидает вот такая пешая заброска с полной выкладкой, если вы захотите вот попасть в этот район. Вот. Ну, сейчас я расскажу и буду просто показывать фотографии нашего северного путешествия. Значит, мы решили подниматься по реке Тыры. Почему? Ну, во-первых, тогда, я говорю, куда ходили в автовке, во-вторых, мы посмотрели фильм Ольховского. Это далековосточный путешественник, который снял несколько фильмов. Ну, у него много фильмов по далековостоку, и в том числе был фильм по Сюн Тархояту, он назывался, ну, называется, он есть наверняка, фильм «Желтые маки с антархоятой». И там была показана заброска как раз через Нижданецкое. Ну, мы тоже решили так забрасываться. Сейчас я снимаю фотографию. Ну, вот, для того, чтобы попасть на Фандыгу, надо из Якутска преодолеть два порога, два, две переправы, сначала через Лену, потом через Алдан. Получается так, что если рано утром переехать на пароме Лену, то к вечеру как раз успеваешь на паром, а они ходят там редко, как раз ты успеваешь к вечернему парому через реку Алдан. То есть за сутки можно, ну, с утра до вечера из Якутска можно попасть до поселка Хандыга. Это вот на Алдане закат, Алдан достаточно широкий уже. И вот Хандыга-Магадан, начало Магаданской трассы, нулевой километр. Именно из этого поселка Хандыга начинается дорога. В Хандыге мы закупили продукты. Там, в принципе, большой поселок. Очень хорошо нас встретил местный турист из детского, детская школа туризма, там предоставил нам ночлег. А вот это уже поселок Межданинское. Там работает пекарня. И нас вот угостили там хлебом, от которого мы не смогли отказаться, несмотря на то, что вес наших закоп уже там зашкаливался. Тридцать лишним уже был, но на первое время мы кабуханочки, конечно же, взяли. Вкусный. Еще бы. Раньше в Межданинском. В Межданинском отработал аэропорт, но теперь, конечно, уже не работает. И вот дальше наша дорога шла по галичникам реки Терры. В принципе, вот в низкую воду по таким галичникам, и все время идя вброд туда-сюда, выбирая галичник по берегам, проходят машины, на сухопроходимости, например, Урал. Здесь может пройти вполне. Ну, мы где-то 5 дней, наверное, поднимались с самой верховой реки Терры. Было у нас по пути много бродов, потому что, ну, идешь по одному берегу, там раз, встречается прижим, то есть, ну, с тем-то крутая берег, ну, не ответственный, но достаточно крутой, то есть не пройти по воде, по воде идешь глубоко, приходилось залезать в такие прижимы, обходить по верхам, приходилось иногда сначала высоко карабкаться, потом там где-то траверсом по склону кое-как ползти, там всякие завалы, конечно, тайгау во всей красе, то есть тропинок нету, идти сложно, ведь когда высокая вода, там идти сложно, ну, физически сложно. Вот такие красивые виды, алистинничная тайга. В одном месте, да, мы там спускались, такой крутой был этот кос, что даже вот решили повесить веревку, вот так, для страховки, тянули, потому что камешки сыпались на спуски. Такие прижимы бывают. Ну и много проток, конечно, выбираешь, где поменьше воды проток, туда-сюда переходишь в брод, чтобы выходить все время на галичник, но где есть хорошие галичники, идешь по ним. На пути встретили вот таких ребят, якутов, древинов, я вообще не помню. Короче говоря, ребята из местного ледеводческого совхоза, решили, ну, у них там кончилось курево, и они решили сплавиться до поселка Нежданинского, чтобы там все это приобрести. Они просто построили плод из подручных средств, у них ничего с собой не было, в смысле там никаких ни спальников, ни рюкзаков, вот только вот бинокли, ружья и все. Я говорю, как мы ночевали? Ну, просто у костра. Короче говоря, их плод попал в завал, но они выбрались оттуда, а плод разломало. И вот они шли по берегу, смотрим, какие-то люди идут. Они спокойно переходят, причем вот в таких коротких сапогах переходят, а там, конечно, по колено и выше, они переходят, просто ногу поднимают, вода выливается, ко мне подходят сразу, «О, бинокль, дай посмотри там». Ну, они сначала на скорую спросили, а потом на бинокль, они сразу смотрели склоны, «О, вот там, вот там баранин, все, сейчас туда пойдем». То есть у них настоящие, не то, что туристы, настоящие вот жители Таиги, то есть им ничего не нужно, у них подножный корм, пошли, убили барана, дойдут легко до Невданинского, в общем. Гречки у нас взяли немножко. А, ну да, ну да. Так что, сядьте, значит. Да, Лера, хочешь, иди сиди, иди сюда. Нет, я уже посмотрю, а тут не видно будет. Я давно не смотрела. На отпуск ничего. Так что, вот, с такими пообщались, сразу наше путешествие мне показалось каким-то таким. Вот настоящие путешественники. А дальше продолжались у нас эти броды, причем в одном месте. Настолько уже нам надоело лазить по откосам, но в обход нам страшно было идти, потому что высокая вода там где-то на другую сторону, вроде если перейдешь, вроде кажется, вот там, да, по логану дальше будет. Террасочка, сейчас там пойдем, а чтобы перейти, одну протоку перешли, вторую перешли, а дальше совсем глубоко. Ну, сшибает вода. И мы не стали переходить. Но в одном месте, ну, просто уже надоело нам лазить по этим кручим откосам, и мы все-таки решили пойти вброд. Причем, если бы я была одна, я бы ни за что не пошла. Ну, ничего, мы с Лерой перейдем, и все у нас получится. А вот наверху, вот на прижимах, вот такие красивые там. Места ты красивые, да, когда наверх вылезешь, но вот таких мест мало. То есть поверху пройдешь, а как начинаешь где-то там спускаться, сразу завал. Ну вот, короче говоря, решили мы пойти вброд. И в результате нас обеих сшибло водой и пронесло некоторое время. Но мы выбрали такое место, чтобы, ну, пошли, потому что внизу там были коряги, и понятно было, что если нас смоют, то прибьет корягу. Ну, так и вышло, вот меня прибило. Я даже смогла отстать, я не смогла, я рюкзак скинула, и там второе время пропула. Так вот, потом, а мы же уже перешли одну протоку, обратно уже перейти не можем, мы дальше перейти не можем. Так мы для того, чтобы перейти на другой берег, нам пришлось построить катамаран, а это достаточно долго. То есть там вечером мы катамаран собирали, уже темнеет, закат такой, холодно. Ну, хорошо, что на Галичной этой, мы на острове оказались, Галичной, просто голый Галичный остров. Там были вот плавные палки, из которых мы смогли сделать раму катамарана, построили катамаран, полноценный, даже косиную, я помню, сделали. Это ради каких-то двадцати секунд сплава через следующую протоку, которую мы успешно преодолели. Причем, я помню, мне так страшно было. Мы же, ну, к плаванию готовились, тут валы какие-то. Я думаю, ой, Лера, она крутая водница, думаю, наверное, боится, значит, нам надо сейчас в этот вал пойти, значит, и вот так он траверсирует, а что будет, если я так релью, ну, давай вот в этот вал, а что в этот вал-то зачем? Давай вот там пониже стартуем, чтобы в этот вал не лезть, и я так думаю, ну, хорошо, ладно. А то думаешь, я одна такая перестраховывающая. Ну, это не то, что перестраховывающаяся, а просто, ну, чего зря листовать, конечно. О, шо, преодолели это место, ну, вот, строили катамараны, я говорю, до заката. А причем так страшно, думаю, ну, не то, что страшно, кажется, вот если там очень быстро вода просто поднимается, если дождь пойдет сейчас, ну, как бы, ночевать на таком галичнике совершенно не хочется, если ночью пойдет дождь, то уже лужи происходят, в лучшем случае, а в худшем, для там, месяца, ну, нет, дождь не пошел, конечно, можно перейти. Ну, на самом деле, да, достаточно утомительный вот этот был подход у нас по реке Патыры, потому что, ну, однообразные, как пейзажи, вот эти галичники, достаточно тяжело. Вот, а потом, там, на повороте, при падении Молтан, живет в избушке Ивен, постоянно живет там один мужик, вот, и он был очень рад встрече с нами, а мы с ним тоже, естественно, еще больше, он нас угостил там, бараном, он живет охотой, к нему приезжают там, какие-то, может, кто-то из мужиков на охоту, на рыбалку, привозят что-то, а сам он иногда внежданец край, но от него, наверное, он на рельефе говорил, что-то может за два дня может дойти, но там около, там порядка восьмидесяти, шестидесяти, я не помню, около шестидесяти, около шестидесяти, но это нам с рюкзаками, да, долго идти, если вниз, то сплавлят, быстро. он вниз, к водке, за день бежит, а в разу с грузом на два. Ну да, сейчас, конечно, на мэрке 60 тоже за день пробежу. Вот, и он нам показал, как дальше лучше идти, там, в окрестностях его домика тут достаточно такая хорошая полочка, вот даже тропы есть, но на самом деле это не характерное место, то есть, не подумать, что там везде вот так вот, прям такая, такая дорожка, в общем, тайга, не очень проходимая, скажем. Ну, это ревень, слетет, отцвел, с него хорошие компоты получаются, но сахара нужно много. Это вот верховье уже Тыры, дальше с Тыры идет перевал верховья реки Сунтар. Зона леса кончается ну, километрах восьми, наверное, от перевала уже, но, так как, чем выше идешь, тем реже приходится переходить реку Брод, мельче становится, такие там пейзажи, здесь уже совершенно легко переходить, ну, где-то по колено, может, чуть выше, и уже идти легко. это вот самый верховья реки Тыры, здесь уже такие красивые коньончики начинаются, красиво зайти, до опада на коньонах, в общем, красота. и дальше несложный, не категорийный перевал в верховье реки Сунтара, и здесь вот мы первый раз встали в таком безлисье, горная тундра вокруг, красота, лето настоящее, вот в этих местах, в принципе, климат континентальный, днем может до 35-ти и жара быть, хорошее лето, но оно там, видите, все в больнице, и вверховья Сунтара, там есть перевал, пограничный он называется, тоже не категорийный, который ведет к ручью правый Ниткан, и правый Ниткан уже впадает в реку Ниткан, а Ниткан это верховье реки Юдум, а Юдума это вот уже как бы дорога на выход из хребта Сунтар-Хаярка, вот туда мы должны были доставить заброску, это вот ручей, самый-самый верховье реки Сунтар, самых верховья, и горы в районе, вот этот район, перевал пограничный, он такой неяркий, а дальше начинается спуск в каньоне ручья правой Ниткан, очень живописный каньон, но было немножко страшно, потому что у нас там туча подходила, очень такая, черная, а если вода поднимается, а поднимается она очень быстро, то там на стенке каньона не вылезти, мы в одном месте попытались вылезти, потому что мы там спускаемся, такой лёг, кажется, что если сейчас вот вода прибавится, а там надо тоже постоянно, ну как бы, переходить, чтобы спуститься, думаем, что сейчас, если вода прибавится, что делать-то? и у нас, кстати, очень хорошая книга, я рекомендую, если кто собирается на хребет Сунтархаята, то книга Рудольфа Седова, это магаданский путешественник, он сделал обзоры по многим регионам северо-востока Сибири, в том числе по хребету Сунтархаята, вот эта книга у нас была настольной книгой перед путешествием, мы всё оттуда вычитывали, тут описаны все перевалы, все реки, всё описано, но на самом деле ситуация меняется, то есть полностью доверять книге так нельзя, потому что она всё-таки писалась на основе опыта, скажем так, 70-х годов, это было самое массовое время посещения Рудольфа Сунтархаята, а сейчас немножко всё меняется, и вот мы идём, и по книге написано, что вот здесь вот эта полочка, с этой полочки начинается трофа на левую полку, выход из каньона, я там где-то полезла, камни сыпятся, вроде не залезть, то есть мы так и не нашли, по руководству есть описание, не нашли этот выход, так и продолжали спускаться по этому каньону, но вода не поднялась, как бы всё было нормально, и в результате мы благополучно спустились, дошли до, вот в принципе вот по этой реке уже, если чуть повозь, в принципе можно начинать и сплав уже, но мы этого ещё не делали, потому что у нас ещё впереди горное кольцо было, да и непонятно что там, как, то есть мы обошли этот каньон просто по полкам левого горта, и дошли до верху, до ручья Нитка, здесь уже такая достаточно широкая долина, очень, место живописное, вокруг такие горы, и там много каньонов, вот многие ручьи в каньонах, каньоны очень красивые, в принципе вот это место, среднего течения Ниткана, она заслуживает внимания, что она здесь вот несколько дней стоять, и проходить вокруг, там есть очень красивый каньон реки Снежник, или Снежинка, Снежинка, ну там удивительный каньон, я просто потом смотрела фильм, опять же, этого путешественника, Сергея Ермакова, и его фильмы всем тоже рекомендую смотреть, если кто собирается, где Сутархаята, там в Верховеке этот каньон, он сверху настолько сужается, что вот туда от веса идут, там, я не знаю, метров сто, а сверху его можно перепрыгнуть, просто перепрыгнуть, то есть потрясающий каньон, а мы туда не сходили, мы 9 дней шли сюда, у нас всю дорогу, думаю, ну когда же мы дойдем, у нас будет дневка, а уж на дневке, мы и на Снежинке сходим, мы туда сходим, мы сюда сходим, пришли, как упали, весь день лежали, никуда мы не ходили, ели хромали, ну в общем да, конечно, 30 с лишним килограммов по прижимам таскать, это не очень приятное занятие, хотя этот у нас был легкий очень, это пора, надо сказать, но у нас весил всего 6 килограммов, я думаю, даже может чуть меньше, вот, то есть, вот этот каньон реки Снежинки, Снежника, Снежника, вот его конец как бы, а если туда выше подниматься, там очень красиво, вот я туда еще очень хочу, потому что мы там, в общем, мы все еще посмотрели, потрясающие места, в общем, будете у нас на Колыне, обязательно побывайте, в каньвильнии Ткана, и вот дальше мы здесь оставили заброску в этом месте, и пошли вверх по ручей Ниткан, а ручей Ниткан, в Верховьях, там перевал на речку Харони, уже Верховья, сентархаята, куда, откуда, ну, совсем близко, попасть до перевала станция, откуда, и ходит на, в общем-то, гору Мусхаюз, вот такой потрясающий каньон, такие скалы на Ниткани, на самом деле, вот когда я смотрела фильм Ольховского, меня вот этот каньон Ниткана так потряс, что я поняла, что обязательно туда надо сходить, то есть место, да, достойное внимание, красивые стены, потрясающие, и не глубоко, то есть, легко идти, да, и дорога хорошая, и красивая, и даже рыбу мы там видели, правда, мы там еще не логили, но надо рыбу попадать. Ну, это Дриада, Куропатыча трава, местный одуванчик, вот это самое уже верховое реки Ниткана, там уже кончается каньон, вернее, ну, там еще есть ущелье, но уже не такие скальные стенки, как вот в нижнем течении Ниткана, маки полярные, а вот здесь, ближе уже к перевалу, на правом борту долины, очень хорошее место, раньше здесь наверняка вот садился вертолет, и какие-то там остатки деревяшек мы нашли, даже костер сделали, то есть здесь явно была какая-то геологическая база, что, ну, что-то здесь было, да, вот, здесь вот деревяшки, мы даже делали костер, а так, конечно, здесь все безвлесно, то есть мы с собой там газ неслили, горелку, это вниз, вниз по долине Ниткана, это уже самое уверхое, вниз по долине Ниткана, вид, вид, а этот перевал уже, по-моему, называется, перевал Ниткан, так и называется, на ручей Харон, заболоченный перевал, плюшится, растет, вот, и туда вниз уже, вот этот Харон, это приток реки Сунтархаята, ручей Сунтархаята, вот впереди, вот, вина уже, долина полгородная, долина ручья Сунтархаята, горы, конечно, потрясающие, они такие разноцветные, и долина вся забита курумником, камнями, тут же ручья воды нету практически, и вот остатки вездехода, его давно засыпало тут, ну, как бы он сломался, а после этого его тут стало засыпать, да, здесь работали геологи раньше, и ветеостанция работала, то есть вот это, в 59-х годах, все там строилось, а сейчас все бывает запустение, и станция гидронетеорологическая не работает. Перевал-станция, так и называется, которая ведет к ну, такому полугому платону, который стоит ветеостанция, перевал не категорийный, но когда мы подошли к основанию этого перевала, мы удивились вообще, мы там находимся, потому что там такой, ну, достаточно крутой склон, 45 градусов точно есть, и даже в описании было написано, что местами там 50 градусов, то есть, ну, где-то мы так немножко лезли, но почему он не категорийный, мне непонятно, я бы там, может быть, с удовольствием повесила веревку, если бы спускалась, но еще раз залезать-то ничего, ну, там небольшой, конечно, участочек, ну, как-то он странно смотрится на категорийный, но это только снизу такой скальный, а дальше он просто хуруник, ну, такой крутой, вот мы выходим на, вот это очень мне нравится, красивые вот эти склоны, там же вот эти лимониты, генералы какие-то, они окрашивают горы в такие потрясающие цвета, рядом с метеостанцией там и зерконе большое, вот, и от метеостанции обязательно надо подняться там на обзорную точку, но мы не дошли, там горка, до нее подъема всего ничего, но мы не знали тогда, я потом уже прочитала, а мы только на склон поднялись, но и здесь тоже достаточно такой обзор, красивый, красивый, и отсюда открывается вот внизу вот эта метеостанция, плато с метеостанцией, а вот справа уже язык ледника, ну, это ледник номер 31, они там под номерами, а чуть пролег, и раз ледник Клюкина, ледники там, ну, для Сибири, это большие ледники для северо-востока Сибири, то есть, вот ледник Уская, он там 5 километров длиной, этот 4, 4,600 примерно, Клюкина, но сейчас они тают все, то есть надо быстрее туда идти, если хотите еще что-то увидеть, они тают на глазах, да, вот мы по левому, справа ледник Клюкина, слева это ледник 31, без названия, это Марина, ледника, вот самое сложное было здесь преодолеть эти, они, ну, не слежавшие еще камешки, идешь по ним, и все, многие вязнут, все это ползет, конечно, а выходишь на ледник, там просто красота, ну, в кошках, без кошек нельзя, ледорубы, но в тот год не брали, здесь по ледникам без ледорубов можно ходить, они не сильно крутые, как бы достаточно нормально, но единственное, что иногда приходится вот эти промоины, перепрыгивать, но вот у нас было все открыто, как бы не было свежего снега, все было нормально, причем, да, мы читали еще писание Ольховского, там было написано, они взяли с собой попутчика, случайно на трассе в Искусском году, чтобы подобрали парня, чеха, который начитавшись, романтик такой, начитавшись про Россию, решил, о, я сейчас пойду в Сибирь, там где-то он в каком-то путеводителе прочитал, и ему показалось, что там все просто, и он такой, с какой-то палаточкой, там без кошек, естественно, с маленьким рюзачком, он решил посмотреть в Сибирь, хорошо, если его поймала эта группа этих путешественников, настоящих, и взяла его в свою команду, так вот, он прошел здесь без кошек, и мало того, Питер его звали, я читала отчеты, они когда спускались, они поднимались на Мусхаю, а потом спускались вниз на Ледник 42, там достаточно крутой спуск, и там этот человек Питер, я запомнила это, он прошел без кошек, он спустился, и я подумала, ну что, ну ладно, мы этой кошке возьмем, конечно, здесь, ну а ледороги нам, значит, не нужны, если там можно спускаться, он просто без кошек, человек без подготовки спустился, но у них там была совершенно другая обстановка снежная, то есть там был свежий снег, у нас с Эрой, в тот год, в 2008, было, ну, мало снежно, и, может быть, когда было морозно, когда там, более ясно, короче говоря, снега не было, был, ну, такой, фирм, достаточно жесткий был, фирм, и на спуске то же самое, в общем, это было сложно, да, интересно, что перевал проходной тоже очень изменился по описаниям, на самом деле, сейчас даже существует два перевала проходных, как я потом прочитала, то есть, раньше смотришь карты, там, 1953 года, здесь все, весь этот хребет покрыт снегом, ледниками, а сейчас все это вытаивает, обнажаются усыпи, но перевал достаточно простой, мы прям залезли и встали, прям на перевале, ну, там под перевалом ночевали, очень красивые виды, вечерние, утренние из перевала, наблюдали, помнишь, там вода гидобитая была, в течение суток, а, да, там, кстати, была кислая вода, мы еще, подняться на перевал, мы благоразумно наполнили бутылочки водой с ледника, набрали, когда поднялись на реку, кипятили воду, невозможно пить, ужасно кислая вода, что такое, но там, где, там породы какие-то, марганцевые, еще какие-то руды, которые, вот, другие тоже отмечали, что вот в этом районе, ну, вот, эта примесь воду просто отдает, такой прикус, невозможно его пить, мне пришлось второй раз пускаться, я просто льда наломала, а Лера там наверху в каком-то, в камешке, какую-то воду нашла, не знаю, в общем, снег, ну, лед топили в результате, невозможно его пить, в воду, невозможно его пить, именно на этот период, кстати, еще ходили потом на притоках ручья к Нори, там, такая же ситуация, и там ребята даже назвали перевал Кифы, перевал Кифы, потому что там тоже такая вода, это вот, ходили наши товарищи из группы Дмитриева, частично, группы лыжников-туристов, таких, супер-марафонцев, если слышали, вот, Слава Завьялов, ему, кстати, очень хороший отчет, если будете готовиться к путешествию по Сунтархаяту, обязательно посмотрите отчет Славы Завьялова, Сунтархаята, если набрать, у них очень хороший отчет, это вот виды с ледника, ледник 31 и Клюкина, это переметные ледники, то есть они, ну, один другой переходит, легко перейти, там нет никакой ледины, там нет никакой ледины, да, это все эти ледники, вверху я, перевалы в ту долину, как раз, ручей к нори, они все, вот с этой стороны, они все пологие, ну, то есть по леднику ты поднимаешься и ничего, а вот туда вниз идут крутые осыпные склоны, ну, там 35 градусов, и то, из-за того, что сейчас вот все подтаивает, эти, ну, как бы, осыпи, они свежие, и спуск достаточно неприятный, и вот ребята, как раз, они нашли новый перевал, назвали его перевал, по Дмитриево, в долину к нори, да, вот, и спускались, там тоже у них все эти осыпи ползли, вот, на самом деле, эти перевалы, они считаются, там может быть, один Б, но вот, вполне так, когда все вот это вот ползет, свежие осыпи, камни эти летят, неприятные, честно говоря, вот, да, наша палатка такая, это просто тент, мы, когда, без дна, когда мы ночевали в таких местах, где нет комаров, мы палатку тогда не ставили, только тент, а так обычно мы еще внутри натягивали палатку легкую, капронную, комаров, вот такие ледники, горы, короче, потрясающие, очень красивые, туда прям опять хочется попасть, тянет из палатки, ну, да, здесь у ледника 31 и Клюкина, а это гора Мустоян, другого она называется Ледяная гора, вот, я смотрела, ну, в этой же книге Рудольфа Седова, вот, похожую фотографию, здесь весь склон заснеженный, гора заснеженная, то есть, ну, совсем другая обстановка, а тут вот, у нас совсем не было снега, и, ну, по скалам ходить, местами труднее бывает, чем по снежным склонам, вот в результате мы залезали, то есть, самый простой путь подъема считается, вот, если смотреть от вершины справа, это перевал Южный Мусхай, а мы пошли слева, по западному гребню, в отчете было написано, что это единица, единица Б, но по пафту, там, наверное, 52-ка была, то есть, там, местами неплохо было бы на А4, мы этого не делали, это ледник Мусхая, вниз вот она идет, он идет 5 километров длиной, интересно, на нем бывают такие розовые цвета, это микроорганизмы, так окрашивают, а это, вот видите, перевал проходной, тоже, ну, ну, вот еще раз, гора Мусхая, на всей своей красе, а, ну, вот, прямо в вас это смотрится, справа от вершины, это перевал Южный Мусхая, а вот там горка торчит, это гора динозавра, это на восточном гребне, кстати, может быть, она, я не нашла описание, чтобы на нее поднимались, а смотрится она еще круче, чем Мусхая, ну, вот так, о, черта нету, вот эта гора, динозавр, вот это на южном гребне, там такие, скалы, это мы поднялись на западный гребень, на северную часть, смотрим, там где-то на, видимо, гора Палатка, вот самая высокая, там дали должна быть видна от северной. Вот по описанию, опять же, Седова, поднимались тогда по этому западному гребню, то легко скальные вот эти вот бестионы обходили по снежникам, а тут по снежникам не обойти, надо было гораздо меньше снега, то есть нам приходилось тут в общем кое-где свободно влаза найти, местами было не очень, не очень, так, вот, вот в этом месте было очень неприятно. Да, и тут еще у нас погода стала, облачность стала наползать, и пошел, пошел снег, но такая крупа, и это нам, как оказалось, стало на руку, потому что когда мы потом спускались, а ведь мы шли из, мы не радиальный же выход делали, а шли с грузом, ну, то есть, без катамарана, но все равно у нас рюкзаки, там, порядка 16-18, наверное, были, и было достаточно иногда тяжело идти, вот, и когда мы спускались, вот этот снег, крупа, она насыпалась на склон, и, как бы, увеличило трение, и это нам тоже было на руку, потому что, ни о каком спуске без кошек, когда ты просто идешь там лицом вперед, а не к склону, и пяткой там давишь снег, такого в помине не было, как у Ольховского, или у Чеха Питера, который там легко спустился, чайник, а мы вот не смогли, пяточку некуда было зарубать, да, вот он западный гребень, дальше там вот скальный бастион, как там пройти, а у нас уже выхода нет, мы тут, я еще помню, мы идем, ну, вот здесь вот еще можно назад повернуть, а потом, когда мы скальный участок какой-то прошли, я так думаю, да, а теперь назад уже будет непросто, то есть только вперед, ну, залезли, в общем, и как раз, да, мы залезали, нас накрыло в каком-то месте облаком, а потом, когда мы залезли наверх, оно разошлось, и вот мы смогли эти лины совершенно снять, красивые, быстренько, и начали спуск, спуск уже начали на восток, на ледник 42, вот этот ледник, и он туда ведет уже, в долину реки, ручьяк Норий, и долину ручьяк Ангор, Ангор, это уже приток Агаикана, то есть вот это еще один путь, к трассе, к Иркутскому Гагану, но нам потом надо было идти направо, мы же в колечко шли, вернуться обратно, это Южный Гребень, вот он простой, то есть мы, отпустили в перевал Южный Мусхай, а тут уже пошли на спуск, вот налево, это спуск на ледник 42, ну да, достаточно круто, короче говоря, когда мы подошли к перевалу, и взглянули вниз, там лед такой, мы поняли, что здесь без страховки, по льду, то есть, ну, я иду на передние зуби, поворачиваюсь, то есть надо идти лицом склоном, срубать передние зуби кошки, а у нас дорогов нету, у нас был один глядобур, берет на 20 метров, то есть, а склон там 300 метров, ну, и вечер уже, и как-то, непонятно, мы решили обходить, и по описанию, ему написано, что можно обойти по Осыпян, не доходя к перевалу, и вот мы начали спуск по Осыпян, сначала вроде ничего, а потом в каком-то месте, ну, мы, во-первых, все параллельно, чтобы не спускать, как на другой камень, у Леры был какой-то гребень, более, из более крупных камней, а я попала, или мне показалось, ой, я сейчас легко по участку, где более мелкий камень, ну, как бы, буду идти, они будут ехать, ну, и я зато быстро буду спускаться, а тут как все поехало, и мне так страшно стало, потому что склон, я не знаю, один раз спустила просто доску на Кавказе, как-то, то есть, ну, ледовая доска, я просто ступила, и передо мной весь склон поехал, вот эти вот глыбы ледяные, и тут примерно то же самое, только едут не ледяные глыбы, а камни едут, такая река каменная течет, так говные глыбы такие, ух, я думаю, ну, все, вообще, сейчас это, ну, а что делать, если у нас такая, камень, если такой на ногу наедет, это все, ногу как бы и Лера не спасет, ну, а я прекрасно понимаю, что вообще ничего не сделала, я там за камнем, там зависла, так пережидаю, я съехала, смотрю на Леру, Лера там нормально идет, а мне так страшно, что делать, Лера, спаси меня, ну, Лера идет, у меня все нормально, ну, я там как-то, страхом схваталась, но потом вроде ничего, Лера мне там что-то, да ладно, иди там, держись, я там как-то повернулась, но страшно, честно говоря, было ужасно, ну, как-то там, это, трех, склон уже выбираем, где, 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 где по-минчей, ну, ну, да, ну, не знаю, где-то вот у меня какой-то, вот этот участок попался, ну, честно говоря, очень неприятно, то есть, ну, там просто вот они, не слежавшиеся эти, ну, свежие особи какие-то, ну, в общем, очень неприятно, когда этот участок, и я, главное, я спускаюсь и понимаю, что даже в случае чего, вот сейчас начну куда-то там что-то, мне даже нельзя сбросить рюкзак, потому что все это идет на ледник, а по леднику все это, потом вот эти камни, потом по леднику катятся, то есть нам после вот этого склона еще потом по леднику спускаться, то есть обязательно надо в кошки одеть, а ледник тоже крутой, и вот когда уже вышло на ледник, самый неприятный, конечно, момент перехода, там, ну, очень тоненькая, как бы корочка снега, леда, и, ну, корочка плохо держит, но потом более-менее нормальная, но спускались мы на передних зубьях, реально, наверное, так нельзя, потому что, ну, без страховки мы спускались, у нас не было ли дорогу, я говорю, помогал только вот этот, слой эфирной, и я еще радовалась, что у меня презентовая штормотка и штаны, и что не сильно поеду, успею там хоть как-то зубами, палкой, у нас был попалки, на луне, у нас не было это, ну, никакой страховки, в общем, вот так, да, облегчались, короче говоря, но спустились под луной, спустились, в общем, я, главное, даже не помню, когда это наступил момент, то есть мы так долго спускались, что вот уже и луна светит, красиво, и мы спустились, я помню, я спустилась, там легла подышать, и мы даже далеко не пошли, встали недалеко от этого камнеопасного склона, потому что, ну, там какая-то была Маренко, ну, скоро как разровняли, упали уже, а на следующий день нас ждали страшные ужасы, потому что мы прочитали в этой книге, что спуск это еще, там вот впереди, и там вас ждет, как бы, страшный каньон к норе, там, разный каньон, со склона летят камни, над тобой нависают глыбы, по камням идет бушующий поток, бувенобродов достигает 0,6 метра, надо быть аккуратным, в общем, какие-то такие ужасы, и начитавшись этих ужасов, даже эта Лера, она, в общем, с этой дорогой, она шла, ну, она же много было брону, она просто в ботинку шла, и, ну, как на мажброске, да, то есть, ты не берешь никаких, там, никакой гидрозащиты, мокнешь, стопнешь, мокнешь, стопнешь, а у меня, ну, так как коленки болели, я все-таки в гидрочунках шла, и вроде как, ну, потеплее было, вот, ну, хотя тоже отпутеваешь, но все-таки, как бы, а здесь на это, на это горное колечко, я разяла гидроштамы, по пояс, для того, чтобы выходить, этот страшный каньон, к норе, и вот мы утром, значит, казалось, все страшное впереди, а нет, и не спится, и страшно, и холодно, значит, под нами этот ревет поток, под этим, под этой марины, там журчит, все очень, я плохо очень спала, утром скачила, значит, все, пойдем дальше на этот страшный каньон, ну, ладно, ничего, если мы не успеем, значит, там надо утром проходить рано, ну, пока это, тайно не началось, ничего, пусть мы потеряем полдня, а если там будет сильный поток, мы еще сейчас поспим, значит, переждем, и на следующее утро пойдем, ну, это все еще спустятся, эти вот, красивые такие виды, будут, да, это вот этот спуск, да, ну, это мы спустились, на следующее утро, такие вот герои, суровые стоим, вот наш спуск, по которому мы спускались, такой, да, нехилый, это вот гора, вот этот, как я говорю, тракон, или ракон, ну, это на восточном гребне, сходи, короче говоря, вообще, вот, и мы идем, кончился ледник, начались маринные спуски, всякие, камешки, и вот внизу там начинается каньон страшный, и что там будет, и мы в ужасе идем, вот каньон ревет, камни, ну, вроде ничего, вроде, в результате мы, сколько раз пришли, раза три, по-моему, перепрыгнули, больше ничего страшного там не было, на самом деле, это вот, мы начитавшиеся, такие недели, но вечно я впечатлилась, не знаю, как, если можно, секундочку, да, справедливо стирать, надо сказать, помнишь, там слева водопады были, то есть, с ледника, все уходило влево, под левый склон это дракон, и там водопады, по описанию было написано, что надо идти именно через марину, через борт перевалить, помнишь, по оранжевым таким камням спускались, потом по каньон, то есть, если бы мы пошли, ну, как бы не по описанию, а по орографическому падению воды, мы попали бы, пришли бы в раз, да, по описанию. не, ну, это само собой, мне казалось, что и дальше в каньоне все равно, а еще что-то будет. Ну, да, я просто говорю, что есть места очень точные, направляют в описание, направляют очень верно, а иногда, да, ужас-ужас, а оказывается, что будет ничего. Да, оказывается, что ничего такого. Ну, может, так уровень воды зависит. Ну, да, но здесь уклон реально 100 метров на километр. Ну, в общем, спокойно мы спустились. Ну, как спокойно? Ну, если 100 метров на километр, и еще вода прибавится, то это вообще, конечно, так сложно. Ну, когда мы вышли на полочку с лужайкой, я так это порадовала жизнью, вообще подумала, зачем ли эти горы, хоть так хорошо на тундре вообще, травка зеленеет, и солнышек блестит, вообще зачем это ледники? Я говорю, да нафиг этот Берилл, зачем он тут идти? В общем, мы на Берилл не пошли, кто-то, кто-то раз. Ну, потом мы подумали, так, что, да, у нас лезародов нету, а такая ледовая обстановка. Ну, в общем, накушались мы здесь, и с удовольствием пошли отдыхать на, ручей на, там очень красиво озеро, озеро Кнорий. Ну, потрясающее, конечно, место, вот здесь у нас была дневка, живописные пейзажи, виды, утром вот безветрия такое, но оленеводов мы там не встретили, там, в принципе, оленеводческая стоянка, но они там, ну, даже я твоя астрография, очень нравится. Да, я узнала. Вот, я не устрою твои тоже сюда, сюда в лесок. Это еще утром, вот здесь мы помылись, в общем, полноценная дневка вышла, но вот только оленеводов не было, вот, такие у них остаются на стоянках, астолы, элбумов, они не чумы у них называются, а элбумы, 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 ну, и вот там мы немного отдохнули и пошли дальше возвращаться уже к нам назад, в долину Ниткана, уже через другой, простой перевал, да, вот это гора Берил, вот осмотрится легко, как бы, на самом деле, к ней сложный подъем, подходы в каньонах, а когда уже выходит ближе к вершине, там просто, но вот каньоны бывают такие, что там веревки надо вешать, то есть самые сложные, что там каньоны, но легче подход, как я понимаю, все-таки не вот с этой стороны каньора, а вот с недалеченько, то есть с долины Агаикана, оттуда проще подход, ну, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, дарассказывается, где Ермакова, но вот сейчас нам Дима еще расскажет, как он принимался в этом году, таки маслята там растут, аппетитные, ну, вот долина Кангура, в принципе, это оленегонная там тропа и перевал, просто такая уютная долина, красивая, ну, вверху их также неизвестная, высота, граница растительности там где-то на 1500 метрах, проходит, это перевал, озера на перевале, и тоже здесь вот стоят в аленегонах, прямо на перевале, там широкая такая суббарина, потрясающие, конечно, горки сытные, нет, там, конечно, стоит гулять, места потрясающие, вот Нальди там встретили, это как раз в месте, где с вершины берила, ручей берил вытекает, внизу их, у него вот такая она, сколько мы в горном колечке были, не, чуть-чуть не помню, около 10, около 10, вот, и вернулись мы, надо, еще не вернулись, это у нас последняя ночевка перед выходом в долину, ручей не Канг, вот это уже по-моему, да, это уже выход на Ниткан, там мы разделились, чтобы не терять время, Лера пошла, да, вот мы ходили 10 дней, как сильно изменилась обстановка водная, когда мы пришли на Ниткан, по правому Ниткану, там, если помните, в каньоне было много воды, а, когда, вот я уже шла за заброской наверх, воды почти не было, то есть, ну, по реке шла, как по сухой дороге, но, единственное, что там галичники меня замучили, я вот выходила на полочке, такие тундровые, очень красивые, там уже начиналась осень, а это всего-то середина, середина августа, да, или уже 20-е число, наверное, но уже вот так вот раскрашивается красиво, бурная тундра, а это на следующий день резко погода поменялась на полтуман, и дальше вот на сплаве поюдами нас все время сопровождали туманы первые дни, вот иногда мы полдня не могли сплавляться, мы почти до обеда сидели, потому что, ну, вообще видимости не было, ну, очень маленькая видимость, все в тумане, здесь мы построили катамаран, ну, это, спустились мы до слияния еще с одним ручьем, с нитками там попадалось и ручей, то есть где побольше воды было, там мы попробовали оттуда начать сплав, в результате еще немножко протащились, и только, где подвес стало побольше, начали сплав, ну, то есть это просто от воды зависит, можно и по ниткам, но с самого верху его можно начать сплавляться, если будет вода, а если ручь нет, то, да, соответственно, можно как на 15-20 км ниже начать сплав, ну, и все, начался сплав, это вот, вот наш камаранчик такой, камаран двуслойный у нас был, надежный, то есть баллоны внутренние из чернухи, наружу это ПВХ и плотный капрон сверху, Юдомо такая речка, много проток, много галечников, наледи встречаются, но встречаются и завалы, заломы, то есть местами, даже страшно было, как-то на какой-то вот лесной зоне, обзор потерялся, много проток, делятся на многие протоки, и по берегам, прям как эти, южные противотанковые обороны со всех сторон, вот торчат, выворотные все, и гребна, и достаточно узкие протоки, пошли мы где-то там просматривали даже, потому что как-то страшно было, а иногда вот нормальная такая, ну, не иногда, а как правило, все-таки вот такая, хороший обзор, видно, где основная вода, ну, где-то мы даже немножко протаскивались, по-моему, на них ту проток, чтобы заходили, ну, в принципе, бесплатно нормальный по юдаме, но, единственное, что рыба у нас что-то сначала не ловилась, туманных было много, вот, но, потом, по-моему, после первых порогов, это после, забыл, какой приток, короче говоря, на юдаме не так много порогов, и они довольно простые, в принципе, там есть порог дикий, но он, ниже того места, где, докуда мы с Лерой сплавлялись, ну, и он, в принципе, этот порог просматривается, проходится, то есть он не очень тройкий, а это ленок, первая наша добыча, поймали, ленка, но, много забрасывали, то есть там, не то, что рыбалка, там, оказывается, заброс хариуса, такого там нету, вот в таких скальных сужениях, как раз, рыбалка, и вот здесь первый раз у нас взял, по-моему, там, там, не было, но мы хрестили, маленькие, это первая такая была, это после порожка, какого-то небольшого, это еще до, самое красивое место на Юдуме, это, это ворота Юдума, так называемое, это в месте, где попадает слева приток Киала, очень красивое место, скальный каньон, вот он, ворота Юдума называется, а вот тот порог, где мы первые, первые инкомпаналы, был выше, а вот здесь мы поймали Таймени, нашего первого, вот так раз за этими воротами, я его уже не могла вытаскивать, он у меня со стопорой катушку, ну, в общем, я леску мотаю, а она разматывается с такой же скоростью, как я мотаю, ну, то есть, ее разматывает Таймени, он несколько свечек делал, уходил несколько раз, то есть, я его водила водила, никак не могу вытащить, ну, тут Лера не выдержала, а Таймени, вот он рядом стоит, а я его не могу вытащить, я мотаю на полной скорости, а он с такой скоростью вытягивает катушку, леску, Лера сняла себе штормотку, как это, тигрится, или там, медведица, не знаю, поджавриваю в воду, раз, и все, так он стал наш лямничек, ну, такой, сколько, 7-8 килограммов, мы сделали Санударь, это наше фирменное блюдо, Лера несет с тобой всегда, ну, это тоже, и не будет, уксус, это, цыбудай не входит, это записано, ну, то есть, цыбудай, знаете, как делается, ну, режется сырая рыба, туда раствор уксуса, перец, соль, лучок свежий, оставляется на ночь, и в 7 утра, пока напарник не встал, надо скакивать, и все это потреблять, я съела полнкал, всем какому, почему Лера не встает, почему она не встает, я такой голод с утра разобрал, она спит, я ем, я остановилась, я сглуба, ну, а лечим-то муку, конечно, говорили, а вот он, все не доедет, вот, а это, мы начали, не в традиционном месте, где вот я показывала, там, как бы, кратчайшее расстояние между Юдомой и Кетендой, это 20 километров, а мы начали Волок, чуть выше, при падении, ручек-клебанкур, там порядка 50 километров Волок, ну, нам хотелось изведать его, разведать, да, еще до этого места, как раз на Юдоме, там всякие, это было, был участок Тишей, такой, ну, не очень, быстроходный, участок, ну, почти стоячая вода, если там будет встречный ветер, там вообще можно медленно плыть, не очень приятный участок, но вот мы доплыли, все-таки, до этого, в Банкур, ну, просто вот стоячая вода. А уровень воды нормальный? Уровень нормальный, да, я не знаю, средний, ну, небольшой, ну, не маленький, нормальный, вот по старой Гаре сначала мы пошли, там, ну, такая, черника, просто обалденная, то есть голубик, вот, по пути там встречается цепочка озер красивых, вообще на Волоке, ну, не знаю, мне очень нравятся вот такие лесотумровые ландшафты, очень приятно, но если бы еще приезжать полегче, вот там гулять и гулять, ягерь, красота просто. И вот в этом районе мы, там, вездеходная дорога, ну, след такой старый, где читать, где мы читать, болото, там, завязают, на каменистых участках, потеряли мы, вот где-то здесь, в Галичиках, потеряли след, и случайно наткнулись на, вот, на людей, тут оказалось, живет бабушка одна, ну, в тот момент, когда мы пришли, там была одна бабушка, Ильенко, мы с ней познакомились, Акулина Ивановна, она нас угостила мясом, лепешками, поговорили с ней очень хорошо, очень приятная женщина, на оленях, может, ехать, ей было тогда, где-то 70, 72, 72 года, это ее, кухня, то есть, альбом ставится, ну, чум, или альбом, у них называется, альбом, как хозяйственная постройка, в которую, где вот, костюмы, зимой они покрышки делают из шкур для тепла, а недалеко от этого места был водопад, высокий водопад на реке Альчаны, мы потом сделали туда экскурсии, что сам меня удивило, что удивило, понятно, я сама на Красную площадь не хожу, а у бабушки не ходят на этот водопад, никто там не было, четырех километров, это ее, не удалось сманить, а вот это, мы там вышли еще тоже, ну, там стоянки оленеводов, встречаются по пути, это такой сарай называется теневой, то есть, это делается для защиты оленей от гнуса, там, когда много гнуса, оленей внутрь заходят, в середине разводятся, костер, дым, и оленей так спасаются, ну, не от гнуса, ну, а джамли тоже, он называется теневой, ну, а это вот, у Элбома сколько, сорок, сорок два, шеста должно быть, тридцать, тридцать два, по-моему, тридцать два, то есть, у них там определенное количество жердей, она там где-то не ставит, и все так просто, начинается с трех, потом откладываем, и албом, тридцать шесть, тридцать шесть, тридцать шесть, как я люблю яги, вот такие, лужайки, яги, не дошли мы до Китанды, до поселка, там мы где-то погрязли, в каких-то маховых кочках, в тайге, в завалах, вышли на речку Ле-Эй-Чан, решили по ней сплавиться, по пути сбегали все-таки в поселок Китанду, прибежали туда, оказалось, что там уже построили новый поселок Китанда, который отсюда еще там в семи или в десяти километрах, я не помню, ну а здесь мы туда шли, ну конечно, посмотреть, как люди живут, но и с маленькой надеждой, что может быть нам удастся, ну где-нибудь там поделятся там мясом или репешкой, но там людей почти не было, там был один старик с маленькой девочкой, и сказали, что ничего нету, все люди ушли в новый поселок, там сейчас ждут вертолета, вот, и мы уже решили в следующий поселок не ходить, устали очень, у нас как раз еда к тому времени почти кончилась, а впереди еще неизвестно, сколько сплавлятся, у нас тогда сколько осталось, или килограмма два, наверное, общей сложности, или два с половиной, меньше даже, полтора, по-моему, ну в общем, да, а впереди еще сплава, достаточно, на неделю, да, а рынок все нету, да, вот эта девочка маленькая, ну никто же не был, конечно, поделились, если бы не были, но мы как только сплавили до Китанды, все-таки паячанам удалось поплавиться, уже темнело, пока я там быстро выскочила, место искать для лагеря, Лера уже сделала два заброса, или один театр, я уж не помню, а один театр, ой, да, и вот, сразу же себя обеспечили эту запасу, да, дальше вообще было удивительное, конечно, плавание очень сложное, по Китандзе, там много завалов было, причем таких завалов, что, ну речка, она не очень большого расхода была, меньше, гораздо меньше, чем Юдума, и она сильно петляла, достаточно так, а иногда она делилась на, на две, на три протоки, причем все это было, вот ты упираешься, впереди вот, какая-то мостовая деревянная, то есть, ну вот как у нас завалы, где-нибудь в Подмосковье, да, эти вот, пароедные, а так вот в реке, вот такой, раз, просто мостовая такая, впереди там, куда, лево, право, прямо, быстро надо принимать решение, пошли влево, и пришли в лес, по лесу шли, то есть, вода вообще растекается, нам пришлось катамаран таскать, где-то там, ставить его на бок, чтобы через этот лес, в общем, мы там намучились, еще дождь, и уже мы в какой-то такой прострации, я помню, плывем, мы когда уже вышли на проток, плывем, под дождем, вот так, я так, как раз вот в этот момент, я бы стала гидрокуртку надевать, я смотрю, у меня какая-то галлюцинация, я людей вижу на берегу, какие-то дети на берегу, странно, думаю, дети должны быть в школу, уже первый сентябрь. А я пролезаю через ветровку в это время, естественно, ничего не вижу, Марина говорит, дети, бедная, совсем уже, вот, уже глюки начинаются, какие дети, вылезаю из куртки, ну, давай, и встретилась дети. Короче говоря, мы проплывали, нам просто повезло, у них на самом деле домик, это вот семья Айменов была, замечательная семья, причем фамилия у них Чирикова, там проходила экспедиция, Белинга и Чирикова, и вот оставила следы, вот, у них изба стояла вдали от реки, то есть реки не видно, то есть если бы они в этот момент не ловили рыбу, хорошо, что пошла рыба, и вот этот парень, это племянник основной семьи, ну, как бы, вот это, Люда, Люда, Людмила, вот это ее дети, тезка моя, кстати, Лера, а, да, а та девочка в Китанде, была твоя тезка Марина, вспомнила, больше меня всех постречали, короче говоря, вот попали в такую доброжелательную семью, это дедушка семейства, это отец семейства Чириков, вот и был там, а вот бабушка, причем она слепая, и все за ней ухаживают, и очень не вопрекают, у них очень семейная, так крепкая семья, очень добрая, живут у них, и оленей они пасут, а в тот момент, когда рыба идет, они перекопчевывают, то место, где рыбалка, и там занимаются заготовкой рыбы, вот эта мальма, очень красивая, у них плодники у нее, они, как и для меня, сцентные, для привлечения, внимание, это кита, полосатая, вот и крутят, мы ее нам показывали, как делать, и вообще, накормили там нас, напоили, даже, мы там на две ночи остались, по-моему, да, в общем, мы смогли выйти, после первой ночи, еще дождь шел, а это вот, раньше, эти, илбумы покрывали, вот, лестниничные корвы, причем, смотрите, все вязки, они сделаны из, из коры, ивовой, они плетут, наоборот, дедушка прям вязку, меткамаран сделает из ивы, то есть, они совершенно еще живут, ну, то есть, могут подручными средствами, пользоваться для, но этот илбум сломал медведь, он, не смотрите, что такое не показательное, просто он, медведем разрушен, дедушка еще не починил, а так, такой корвы покрывают, и отличное, отличное, снилбум получать, но это лабаз, пельмени делают, из рыбы, потому что, ну, очень, все, лабазцы снилбум, а вот эти рога, мне подарили, да, очень интересно, что, обычно, в обычной обуви, которые, фабричные, там, зимой непрожительной, то есть, вот, для, она должна быть мягкой, мягкой подошвы, видите, они просто из сапог, ну, из цивильных сапог, переделывают, низ делают из, шкур, ну, с, как, камусы с ног, олинии снимают, либо даже нерпичные, или, ну, лучше всего из лохдака, и московых зайцев, но я не помню, из чего они тут делали, не помнишь, московых зайцев, но это, лостонога, не, нерпа и лось, из лося, да, вот подошва, по-моему, из лося, потому что он самая толстая, ну, в общем, жестко обуви, просто, ну, не отморозится, а в такое, у тебя в фильме-то есть, а Кулина Ивановна это говорила, по-моему, сахачи, ну, брося, ну, в общем, вот, если человек захочет, приехал племянник, первым делом надо для него сделать одежду, которую он сможет осенью, зимой, пасти оленей, то есть, простой городской одежды там не будет, ну, это выше, коронавирус, и при этом еще велосипед там есть, вот так, сочетаются все их блага цивилизаций, и прелесть первозданной природы, самые богатые люди, у них общеные территории, где они кочуют, это вам не какой-нибудь там остров на Гавайях, тут побольше территории, банк с икровой, а мы, кстати, принесли туда сабуда и дали попробовать детям, детям не понравилось, кислое было, непривычно, а это, хам, по-моему, называется, да, то есть, это, из киты, на коже оставляется мясо, но мясо нарезается, самое, без хребта, самое, это мясо, не рыба, да, мясо, это мясо рыба, это рыба, рыба, да, и она подсушивается, то есть, она вешается в чуле просто, и коптится, ну, не то, что коптится, лярится, так, потихоньку, не то, что сильно, получается, по-моему, камер называется, да, да, по-моему, камер, у меня в рассказе, это точно должно быть, тоже подзапога, ну, вот, вся семья нас провожала, на реку нас привели, а вот так вот острогой, Юрка, это вот, меня не клоит, молю, он просто в воде видит, и острогой бьет, и все, все, острогой, там гвоздь у него, наконец, ну, да, острогой, зацепом, зацепом, да, да, вот нас провожают, дождь идет, так неохота, ну, что делать, мы путешественники, пора и честь знать, а это вы катаете, да, ну, да не, ну, это они посидели, так, попробуем, что у нас за посудина, а мы вместе все обносили завал, на самом деле, у них избах как раз стояло, перед этим местом, много, ну, там, километр-два был завал, который нам все равно пришлось обносить, а так, вот, мы шугостили, еще раз, ну, не смесли, да, то есть, ну, как обычно, все в нужном месте, в нужное время, все происходит, хариусов на палочках коптим, юно-моргой, китана внизу, там, кое-где у нас ловилось, это, по-моему, бальмана тут, а тут был голец, ты прикутал, тут голец, да, тут яркий, да, яркий был голец, да, ну, в общем, всякая рыбка там ловилась, икра была, но, на самом деле, у нас там начался поводок, вода стала вообще желтая, такая, что ничего же не ловилось, и времно поплыли, то есть, ну, настолько уже высокая вода, что, а, мы прям даже наблюдали, как деревья валятся, подмывают их, они валятся, страшное зрелище, и, по-моему, одно место мы плывем, и прямо, ну, с деревьев неприятно плыть, и прямо, дерево начало переворачиваться, и прямо, перед носом катамарана, такая, раз, такая пика, как ствол орудия, так на тебя направился, как-то странно, типа, кульбит сделал, перевернулся, и ушел, и, ну, как это, а мы ничего бы не могли сделать, если бы он в нас друг друг пилился, но мы какое-то время пережидали, потом поняли, что, ну, никак нефига, да поплыли, но ничего, в общем, смогли пройти, там, внизу, внизу яхурака, там есть сложный порог, труба, высокая вода, он опасен, и, поэтому мы благоразумно, по левой протоке, тихонечко, один слив мы, правда, проходили, но, честно скажу, с матом проходили, потому что там давно было уклониться от бочки, было очень страшно туда влететь, и отгребать проходило сильно, вот, и какую-то часть мы дальше провели, где было возможно, это левая протока этого порога, основной порог на правее, то есть, ну, так не видно, нет, это легко, там, где мы проходили, мы там вообще не сняли, по-моему, вот это правый проток, Марин, смотри, там гора подходит, вот это, по-моему, правая, да, левая узенькая была, левая на фирме, водомощная, там, где мы проходили, мы левый проток, мы левый, ну, мы на остров с тобой, помнишь, ходили? то есть, это ниже был, да, я не знаю, порог, вот ровно, как бы, там, видать, ступенька идет, вот, я стою на острове, это уже внизу порога, да? нет, это наверху порога, но мы с тобой на остров сплавали, и посмотрели правую протоку, она нам не понравилась, мы перечались обратно на левый берег, и пошли уже проволакивать, и смотрели там, ну, в итоге левый протоку, это правая, ну, основная часть, насколько я поняла, это правая, основная часть, ну, да, судя по-моему, она по-узе, правая, по-узе, ну, это уже ниже, ну, все, там уже на ураке ничего нету, ой, медведей мало было, потому что, ну, высокая вода, мы там один раз так увидели, медведь, с левежонком, все, это же Алпотское море, все, там очень хороший человек живет, Жуков, Черцов, Александр Валентинов, мне плохо спалить, простите, все-таки отлично спалить, я чуть вспомнила, короче говоря, на мой возраст, туристы местные, не местные, да, сказали, что там есть такой Жуков, вот мы когда в этот поселок, быстрецов, как вы, это, 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 и мы еще не успели его найти, нас уже там приютили другие добрые люди, но слух пошел, что мы тут, и вот к нам давай, искали, вот кто тут Жукова искал, мы, а что вы ко мне не идете, все, быстро ко мне, ну и конечно, обидеть было нельзя, мы и к нему пошли, в общем, погостили со всеми местными, хорошо отдохнули, ты помнишь, как ты объелась, ты помнишь, как ты объелась, не помнишь, нас возили на Станнер Боловецкий, и там, ну и гречка, и рыба, и такая, и сякая, и пирожки какие, там были пирожки, а мышцы голодухи, яма желудка, вот, Маринка объелась, а я знаю эту тему, я аккуратненько так, вот, и она на следующий день, я промучилась всю ночь, на следующий день, с такой тоской на меня, а я могу есть, а я могу, она на меня смотрит, и не может, потом ты, когда к концу этого дня, мы же там, два сутка провели, к концу следующего дня, ты чего-то смогла, ты чего-то смогла съесть, и с таким, значит, я очень хорошо это помню, и Маринка говорит, господи, что ты съела полпирожки, я наконец-то снова могу съесть, вот такое, да, смешно было, а, у тебя же тут тоже сегодня, но в общем, все это, мы уже не по-правному, вот, что-нибудь хочешь еще рассказать, а то, что ты там, не кайф, я не знаю, может, спросить, я так не, мне кажется, все, да, мне только возникает какая-то ассоциация, что я бы это рассказала здесь, это, и ты, как раз, это рассказываешь, то есть, как раз все очень нормально, что я рассказала, ну, я не знаю, может быть, после того, как фильм покажет, будут вопросы какие-то, или сейчас какие-то вопросы сразу, как хотите, ну, тогда я бы хотела, чтобы нам немножко рассказал Дима, так вот.